В аэропорту Кольцово вечерком приземлился чартер из стольного испанского Мадрида, на котором к нам в горы залетели, прикиньте, 35 тысяч живых существ. О боже, какая интрига, воскликнет наш эмоциональный зритель Игорь. Кто же эти интуристы, коих на борту поместилось аж 35 тысяч штук, или 2 тонны живого груза? Оказалось, это те, кого обычно по осени считают, то есть цыплята. Да не просто цыплята, а сутошные цыплята, которых в Испании закупила одна из наших птицефабрик заради племенного разведения домашних курочек. Ну а когда речь идет о сутошных цыплятах, ключевое слово – сутошные. То есть смысл такой. За время перелета из Испании они не должны принципиальным образом повзрослеть. То бишь, закупили их сутошными, и на птицефабрику они должны прибыть сутошными, ну, полутора сутошными на крайняк. Потому перевозчикам цыплят пришлось все делать по-быстрому. Их стремительно загрузили в Мадриде. Летчики чартерного рейса тоже сделали все, что смогли, однако быстрее, чем за 6 часов, из Испании долететь не смогли. Люди, кстати, летят столько же. И главная засада по скорости могла случиться в Кольцово, на нашей таможне имени Сорокина. Но не потому, что Сорокина, а тут вдруг прилетели цыплята. Нет, просто, сами понимаете, 35 тысяч тушек. Это пока у каждого цыпленка чебоданчик просветит. Пока отработают таможенники и погранцы. Опять же, паспортный контроль и все такое. Эх, да шутка. Конечно, ничего такого в 35 тысяч кратном размере не было. Все прошло быстро, буквально за 40 минут. Вместо 4 часов, дарованных таможенникам российским законом. А все потому, что представители птицефабрики подали предварительную декларацию на племенных мадридских цыпляток в уральскую электронную таможню за сутки до прилета дорогих заморских гостей. Кстати, а вы знаете, что цыпленок по-испански... О, нет-нет, сейчас речь не о блюде и не о рецепте. Цыпленок по-испански называется пола, или полито, или полуэлло, или даже галина. Так вот, в Кольцовом этих полу-галина встречали таможенники, пограничники и сотрудники Россельхознадзора. После подтверждения факта прибытия сутошных полито, соусом еще не полито, на территорию Еврозес и проверки заявленных в электронной декларации сведений, таможенники тут же приняли решение о выпуске товара из самолета, в котором, кстати, все 6 часов полета поддерживались необходимые температура и влажность. Буквально несколько секунд цыплятки провели на свежем весеннем уральском воздухе, пока ехали на ленте в фургон, после чего снова попали в комфорт и отправились на ПМЖ, на птицефабрику, чтобы там, на благо человека, выдавать на гора яйца и мясо. Невеликий пост будет сказано. Субтитры создавал DimaTorzok